Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами писатель Евгений Водолазкин. Здравствуйте, Евгений Германович. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите ватсап 2306191. Как вы воспринимаете, когда вас называют живым классиком? Воспринимаю с необходимой долей юмора. Ну, просто потому, что, мне кажется, живых классиков не бывает. Умер, значит, классик, если ты этого заслуживал. А если не умер, какой же ты классик? На взгляд, насколько это справедливо, что смерть является таким этапом для писателя, что он может быть неоценен при жизни, а после смерти, в общем, становится тем, кого называют классиком? Ну, так иногда бывает, а иногда не бывает. Иногда выясняется, что никакой он не классик, а так просто называли его. Но смерть – это важная линия. Она разделяет тех, кто еще может что-то написать, что-то исправить, а тех, для кого уже пробег закончен, и теперь можно с ними иметь дело как с личностью, как с сущностью чисто метафизической. Вот. Но тогда уже можно поговорить о классиках и не классиках. Но это придает смысл, потому что очень часто мы можем слышать такую формулировку «обессмертил свое имя», то есть писатель, композитор и так далее и тому подобное. То есть вот при жизни это можно считать неким смыслом жизни, остаться в вечность? Как вы считаете? Нет. По крайней мере, для меня это не так, потому что я стремлюсь к бессмертию, но совсем другими средствами. Я стремлюсь через Бога к бессмертию. Это настоящее бессмертие. А произведения, там, будь то повести, рассказы или музыка, или картины – это все иллюзорная форма бессмертия. Ну, в лучшем случае, на век другое. А вообще, это лет 15, 20, 30. И на этом все кончено. Ну, вот вы в одном из интервью говорили, что любое творчество, понятое всерьез, – это собеседование с Богом. Как часто вам приходится это собеседование проходить? Ну, собеседование… Вся жизнь – это собеседование с Богом в идеале, если это жизнь в серьёзно понятом смысле. Но иногда кажется, что беседуешь с Богом, а выясняется, что не с Богом, что это какие-то помехи в эфире, а ты их принёс за настоящую беседу. Такая хорошая настоящая беседа, она бывает далеко не всегда. Для этого нужно какое-то особое состояние души. У меня чаще всего такое состояние бывает в конце Великого Поста. То есть, это процесс очищения способствует этому диалогу? Духовного какого-то очищения? Да, процесс очищения, причём здесь имеется в виду не только телесное очищение, а пост, он очищает тело от многих ненужных вещей. Сколько духовное очищение, размышления. Так как Великий Пост, наверное, не размышляешь ни в какое другое время года. Это такое трагичное и, в общем, и возвышенное при этом время. Вы сказали о том, что можно принять разговор с Богом, то есть принять разговор с кем-то другим за разговор с Богом. Вот это то, что вы назвали помехами в эфире. А это разговор с кем? Когда диалог есть, но понятно, что это не Бог. Ну, а кто Богу противостоит? Дьявол всё-таки подключается. Ну, может, не сам дьявол, а какие-нибудь мелкие бесы, которые принимают облик какой-то вполне состоятельный, имеют вид. А выясняется, что они никуда не годятся, что они, в общем, довольно-таки тёмные существа, и уж точно не несущие человеку никакой пользы. Дьявол, на ваш взгляд, интересен для исследования писателя, например? То есть, на самом деле... Да. Конечно, интересен, но этот интерес должен быть таким осторожным, потому что, как сказано было о Гоголе, моём любимом писателе, что Гоголь хотел посмеяться над дьяволом, а вот получилось это в каком-то смысле наоборот. Хотя, с этим я не вполне согласен, но это надо быть действительно очень в этом случае осторожным, потому что всякая атака на кого-то, она открывает тылы, в том числе духовные тылы человека. И мне кажется, здесь скорее нужно отражать чужие атаки, чем атаковать самому. Потому что, когда человек увлечён атакующими действиями, он может забыть, во имя чего он сражается. И такая милитаристская позиция может для него плохо кончиться. Он должен, скорее, оборонять свои рубежи духовные. И это, мне кажется, самое действенное и самое правильное, что он может предпринять. Есть такое популярное мнение, его часто высказывают актёры, что играть злодеев интереснее, чем играть правильных, хороших, добрых, позитивных персонажей, потому что в отрицательных героях можно лучше раскрыться. Вот для писателя образ праведника, он менее интересен, чем образ грешника? Или так нельзя говорить? Да. Правильный или, назовём это в более умеренных категориях, положительный герой, он всегда менее интересен, чем герой отрицательный. Потому что у зла, у отрицательного есть свой шарм. Там нет тормозов, человек раскопан, может делать всё, что угодно. А хороший человек, его трудно описывать, потому что добро часто имеет скучный вид. И вот поэтому, когда я писал Роман Лавр, я не рискнул основываться на материале современном. А мне ведь хотелось не о Древней Руси писать, мне хотелось написать просто о хорошем человеке. Так вот я понял, что это будет сюсюканье, если я найду хорошего человека в современности и буду описывать его современными литературными средствами. И поэтому я ушёл в XV век, где размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо, выражаясь словами Маяковского, было в порядке вещей. Это у нас сейчас не комильфов прийти куда-то и говорить на эти темы. А тогда это было нормально. И тогда был замечательный жанр для описания хороших людей – жития. Ну вот говоря о влиянии дьявола или сатаны, если мы говорим в таких категориях, можно ли сказать, что его влияние переоценено? То есть люди его переоценивают, и он может действовать столько, сколько ему позволяют сами люди в обществе? Безусловно. Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал, и потом это повторял неоднократно, что зла как субстанции нет. Вот нет такого зла в виде старухи с клюкой, выражаясь булгаковским языком, что зло – это, собственно, недостаток добра. И зло в нас – это скорее недостаток добра, чем какие-то андерсонские осколки, которые попали в сердце и заморозили его. Я думаю, что это недостаток добра. А хотя бы, знаете, вот на эту тему, ровно на эту тему. Я полгода назад разговаривал с Кшиштофом Занусси. Ты режиссёр. Он был у нас в гостях в Петербурге на книжном салоне, и у нас была подробная беседа. И вот он как раз со мной не согласился в этой части. Он сказал, что зло имеет субстанцию, что зло имеет совершенно материальную основу. То есть я понимаю эту логику Кшиштофа Занусси – это великий человек и великий мастер. Но всё-таки, подумав ещё раз об этом впоследствии, я подумал, я решил, что всё-таки вот та позиция, что зло – это недостаток добра, она в какой-то степени повышает нашу собственную ответственность за ситуацию. Вот вы упомянули Занусси, у него же есть фильм, который называется «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём». И как раз отношение к жизни как к болезни. Можно ли так это воспринимать, как вы воспринимаете жизнь человеческую? Да, кстати, замечательный фильм. Я его люблю очень. А что касается восприятия жизни, то жизнь, вот как в одном из моих романов говорит герой, что это медленное привыкание к смерти. И, собственно говоря, для христианина это предуготовление к смерти. Поэтому, мне кажется, не надо, так сказать, давать жизни большую роль, чем она имеет. Но и меньшую не надо давать, потому что если человек что-то может сделать, то он может сделать телесно и находясь, так сказать, на этой земле. А уж всё остальное – это будет воля Божья. Но жизнь, да, мне кажется, её правильно воспринимать как некую взлётную полосу, по которой мы катимся какое-то время, но только для того, чтобы потом взлететь. Ну вот говоря о добре и злее, помните, может быть, притчу «Луковка» Достоевского из романа «Братика Рамазовы», где рассказывается история злющей-призлющей женщины, которая попала в ад, и единственным её хорошим поступком было то, что она дала луковку нищенке. Но в итоге в рай её так и не смогли перенести, опять же, из-за её злости. Но всё-таки кому-то эту луковку она дала. То есть получается, что милосердие свойственно даже самому злому человеку? Да, безусловно. Милосердие — это очень важно. И милосердие может быть проявлено любым абсолютно человеком, даже тем, кого считают злым. Вообще, как говорил Толстой, нет злых и добрых людей. А человеку можно сказать, что он чаще зл, чем добр. Но абсолютных злодеев, так же, как и абсолютных праведников на свете нет. Даже святые грешили. Другое дело, что потом они каялись в своих прегрешениях. А то, что человеку от многого спасут какие-то его добрые дела, это совершенно верно. Потому что, собственно говоря, Богу человек не может никаких презентов делать. и как-то быть великодушным в его отношении, он может это делать только через людей. И поэтому так важно человеческое отношение к человеку иметь. Несмотря на какую-то внешнюю непривязательность человека, все-таки надо пытаться как-то расположить себя к нему. Я боюсь войти в режим какого-то благочестивого вещания. Это я не о себе говорю. Я так же себя иногда за шивора беру, чтобы кого-то признать или с кем-то говорить. Мне это дается очень тяжело. Но я говорю просто общую позицию, что так нужно бы делать. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим. Писатель Евгений Водолазкин у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами писатель Евгений Водолазкин. Евгений Германович, здравствуйте еще раз. Добрый день еще раз. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа. И номер WhatsApp 230-6191. Вот возвращаясь к тому, что мы говорили о собеседовании с Богом, верующие люди нередко говорят о том, что начало мудрости – это страх Божий. Вот присутствует ли у вас этот страх во время собеседования? Да, но это страх, понятый не как что-то, что человека заставляет сгибаться. И это другое. Страх Божий – это такое чувство, на мой взгляд, хорошее. Ты понимаешь хотя бы отчасти, с кем говоришь. И вот этот страх – это на самом деле разновидность слова уважения. Это гораздо больше похоже на слово уважения, чем на слово бояться и бояться. То есть страх как любовь, он не противоречит свободе? Нет, страх… Ну, во-первых, сказано, по-моему, в Евангелии от Иоанна, что любовь совершенно изгоняет страх. Вот, этот страх расплавляется в любви. Но, видите, страх – это, он имеет несколько обертонов. Один из них – это почтение. И, знаете, у меня были случаи в жизни, когда я видел, что люди абсолютно никакого не то, что страха, но почтения не испытывают к тем предметам, которые для других являются святыней. И мне кажется, что в этой ситуации должен быть некий консенсус в обществе. Если ты не испытываешь страха, ну, это как бы твое дело и твой путь. Но когда ты видишь, что значительная часть населения эти чувства испытывает, мне кажется, нужно к этому относиться уважительно. Ну, нередко страх в понимании в обществе имеет такой негативный окрас. То есть это не свобода сразу. И когда говорят о страхе Божьем, сразу есть такие подтексты какой-то ограниченности. Сразу присущуюся старуху с клюкой. Вот страх Божий, такая иллюстрация. Нет, это тот же страх, который ребенок испытывает по отношению к родителям. Это не боя. Если это нормальные родители и вменяемые люди, то, естественно, страх ребенка, он носит не патологический характер, это не ужас, это просто уважение и скорее страх огорчить родителей, страх, что они разочаруются в тебе. Вот такой это страх. Ну, если мы говорим о свободе, я, может быть, прошу у вас сейчас страшную вещь, но как вы считаете, имеет ли человек право убивать себя? Это действительно очень сложная проблема. И каждый на этот вопрос отвечает сам для себя. Это один из очень важных вопросов. Вопрос Евтамазии, в частности. Вообще, с точки зрения христианства, конечно, самоубийство – это смертный грех. Но бывают случаи, когда самоубийство уже является не самоубийством, а попыткой избежать чего-то ужасного в жизни. Так бывают даже святые, которые, так сказать, стоят перед угрозой такого-то жуткого насилия, если речь идет, допустим, о женщине, они прыгают из окон и погибают при этом. Поэтому универсального ответа на этот вопрос нет. И вы знаете, что касается и эвтаназии, если, так сказать, прямо брать вот эти случаи, то это страшный вопрос, это надо понимать. Надо понимать, что человек имеет право на всё. Вообще на всё. Потому что он имеет право выбора. Но он ведь имеет право, точнее, не право, он имеет возможность выбрать и преступление. Но это ужасно, когда человек выбирает преступление. Как сказал апостол, всё дозволено, но не всё полезно. И вот в случае эвтаназии, вы знаете, это должен решать каждый человек для себя. Ему нельзя ничего приказывать. Ему можно только сказать, подожди. Были ведь такие чудеса, когда из совершенно развалившегося тела собирался вновь здоровый человек. Никто же не знает, кроме Господа, что с тобой произойдёт. Бывает, что боль так велика, что человек терпеть не может. И не дай Бог осуждать такого человека или что-то ему говорить. Всё решает он. Но, понимаете, право на решение, оно влечёт за собой и обязанность ответственности. То есть он будет отвечать перед своей совестью, перед Богом, как он бы это ни называл. Но всё сводится к человеку и к его конкретной ситуации. В общем же, конечно, самоубийство является смертным грехом. Но в общем-то случаях нет в жизни. Случаи только конкретно. Писатель Евгений Водолазкин у нас на прямой связи. У нас есть звонки. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. Да, Александр. Вы знаете, вы сказали, что зло имеет своё материальное воплощение. Вот я с вами полностью согласен. Вот есть такая писательница, Алексеевич, лауреат Нобелевской премии. Вот она говорит, что фашизм это, так сказать, оперетка такая, так сказать, безобидная по сравнению с коммунизмом. Вот как вы относитесь к такой писательнице? Спасибо. Спасибо вам. Ну, Светлана Алексеевич, это лауреат Нобелевской премии, сильная писательница и прямой, искренний человек. Я боюсь, что вот в этой цитате что-то не в порядке с соответствием источнику. Я знаю позицию Алексеевич, она, по-моему, недвусмысленно и правильно относится к фашизму и так, как и должен относиться к фашизму нормальный человек. Вообще же, она один из немногих известных писателей русских на Западе и она, на мой взгляд, продолжает напоминать о существовании большой русской литературы в те годы, когда, в общем, о ней, об этой литературе как-то все чаще забывают. На ваш взгляд, почему русская литература сегодня не востребована на Западе? Она не интересна сейчас западному читателю? Понимаете, русская литература, она в данном случае, мне кажется, становится жертвой садвения не в качестве русской, а в качестве вообще европейской литературы. Дело в том, что сейчас доминирующий вот такой сегмент это англо-американская литература. Я не говорю по ее качеству, ее качество в целом такое же, как у европейской литературы, но я имею в виду ее раскрученность, потому что это доминирующая культура, доминирующая цивилизация, которая так или иначе в общем виднее других. Но вы знаете, как сказала в свое время, написала замечательная писательница американская Джанет Фитч, русская литература неинтересна тогда, когда она пытается косить под западную литературу, брать на вооружение западные приемы западной литературы, потому что, как ни крути, литературы шли по разным путям вот это советское 70-летие. были свои особенности у советской, в частности, русской советской литературы. Но она говорит, что русская литература становится захватывающей тогда, когда она раскрывает свои средства, когда она говорит о своих вещах. и вот в этом смысле мы возвращаемся к той проблеме, которая существовала всегда в русской литературе, ее понятность. Вот посмотрите, у нас, то есть из нашей литературы всерьез знают на Западе только великую тройку, то стоит Достоевский и Чехов. Остальных тоже знают в большей или меньшей степени, но почему? Почему именно их? Вот например Достоевский. Достоевский это типичный европейский романист, сколько ни говори о его русских особенностях, которые действительно есть, но он и начал так как переводчик французского романа, вот, а вместе с тем он пишет так, как писались европейские романы, только он пошел дальше, он поднял европейский роман на невероятную высоту. Но почему он интересен? Вот тут все дело в пропорциях, я это формулирую так, он занимает, он достаточно европейский по форме, чтобы быть читаемым, читабельным европейским пискчитателем, а с другой стороны, он достаточно экзотичен по теме, по русской теме, чтобы быть интересным, потому потому что все остальное европейский читатель уже съел, читал про англичан, про французов, про немцев, а тут ему вот так о русских интересно, умно и глубоко. вот, вот я думаю, что когда возникнет человек, который сможет форму близкую европейцам сочетать с русским повествованием, русскими проблемами, которые на самом деле являются не только русскими, но и общечеловеческими, иначе они не будут интересны, так вот, когда такой человек появится, нас снова будут читать за хлеб. У нас еще звонок, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. Лина. Да, слушаем вас. Уважаемый Евгений Германович, большая благодарность вам за Брисбен, просто не знаю, что сказать, но у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, в этом произведении что-то автобиографичное? И второй вопрос, чем порадуете после Брисбена? Спасибо. Спасибо вам. Прежде всего, я благодарю за добрые слова. Там много автобиографических деталей, но эта вещь не обо мне. Просто я подарил герою много разных событий из жизни и наблюдений, которые были мной сделаны, но так делает в целом каждый писатель, потому что он берет известный материал, а что ему известно лучше его собственной жизни. Другое дело, что я в этой ситуации дам немножко больше, чем обычно дают писатели своим героям. что касается кланов, то я вот так как бы плавно перехожу к новому роману, но я даже сам толком не могу сказать, как это будет построено в деталях. могу лишь сказать, что это будет посвящено любимой мной проблеме, очень важной для меня соотношении всеобщей истории и истории личной. И, собственно, речь идет о том, что личная история, она во многом организует все остальное. Ну вот в вашем романе Брисбен есть сцена, когда мальчик бросает музыкальную школу, потому что осознает, что умрет в конце жизни, все равно умрет. Вот и потом его приводят к священнику и священник объясняет ему, что музыка может привести его к вечности. На ваш взгляд, всегда музыка приводит к вечности или может быть наоборот? Нет, есть такая музыка, которая, может быть, и уводит от вечности. Поэтому здесь вот Бах это однозначно та музыка, которая просто является мостиком в вечность. Помните эту замечательную песню Галича «С добрым утром Бах говорит Бог, с добрым утром Бог говорит Бах». Вот такие это отношения были. Вот такая музыка способна. Это музыка, где человек становится выше себя, где человек поднимается над самим собой и не просто поднимается сам, он поднимает миллионы, как это делает Бах. А музыка иной раз она даже действеннее слова, потому что слово имеет свои пределы и не все слово можно высказать. И вот слово строит какую-то лесенку вверх, но дальше эта лесенка останавливается, потому что материала не хватает. И вот тут приходит, например, Бах. И наращивает эту лестницу, оказывается, что как раз до облаков хватает. Музыка ведь не спасает от страхов, не спасает от боли. На примере Рахманинова это можно рассмотреть, он писал замечательные произведения, но в то же время всю жизнь оставался ипохондриком. То есть музыка, которую он писал, не избавляла его от тех страхов, которые у него были. То есть не преувеличение ли, что музыка способна возвысить человека над самим собой все-таки? Опять-таки все индивидуально и музыка способна обычно все-таки способна возвысить. Что касается Рахманинова, то мне нравится другой сюжет из его музыкальной истории. Он ведь был виртуозом, кроме того, что он был композитором. и он как-то записал пластинку в Америке и допустил маленькую помарку. Ему сказали, что это ничего страшного, но если он хочет, он может переписать. Он подумал минуту и сказал, нет, так будет лучше, так будет человечнее. И вот это, мне кажется, очень хорошее понимание того, что вот в абсолютную, в сферу абсолютного, в сферу совершенно, так сказать, вот того самого эталонного метра, который лежит в безвоздушном пространстве в городе Севри, вот туда переходить не надо. И мне кажется, что и по хондрикам он был, может быть, потому, что он понимал, что вот эта помарка, она всегда, она плоха сама по себе, но она всегда сопровождает человека, и отказываться от нее было бы опрометчиво. То есть, получается, что человек с одной стороны должен стремиться к совершенству, но не должен совершенства достичь в итоге? То есть, в этом идее? Да, вы знаете, человек должен стремиться, но ни на одном этапе он не должен считать, что он совершенен, совершенен, он должен понимать, что совершенство это процесс, но не состояние. Ну вот, говоря о совершенстве, нередко говорят о том, что атеист, скажем, делает добрые дела, делает их искренне, а верующий человек, он, как правило, ждет награды, и поэтому делает. Что бы вы на это ответили? Есть ли в этом справедливость, на ваш взгляд? Я думал, что искренне делают эти и другие. Я высоко ценю нравственность атеистов, потому что она в каком-то смысле, да, она в каком-то смысле совершенно бескорыстна, потому что человек знает, что вот сверху ему ничего не отвалится, и что он туда не вхож, и все-таки он творит добрые дела из любви к тем людям, которым... Но что касается верующих, наивность представляет, что человек сидит с калькулятором и рассчитывает, сколько он получит там за конкретное доброе дело здесь. Нет, просто он любит человека, которому он оказывает помощь, но он любит еще и Бога, потому что через этого человека он реализует свою любовь к Богу. Я не думаю, что верующие так корыстны, что ведут список добрых дел, что потом где-нибудь переявить. Очень часто приходится слышать, что есть некая линия разделения, даже линия фронта между верующими людьми и атеистами и агностиками. На ваш взгляд, действительно ли присутствует проблема нетерпимости по отношению друг к другу? И как вы это можете прокомментировать? Ну, на бытовом уровне, может быть, это и присутствует. У меня несколько друзей, половина, я думаю, примерно друзей атеиста или скорее агностики, то есть они достаточно умны, чтобы не начинать доказывать, что Бога нет, потому что это недоказуемо. Так же, как методом научным нельзя доказать, что Бог есть, это знание, это чувство, это вера, на то она и есть вера. Это логика, в конце концов, потому что без существования Божьей я не могу ничего объяснить для себя, как не мог мой герой понять, зачем жить без Бога, если человек умирает и ушел из музыкальной школы. Что касается трений между ними, то трения ведь они осуществляются в разных точках и заметны, так сказать, по любому шву, не только по этому, по национальному, верующий, не верующий, по социальному признаку. в общем, всякий раз, когда человек чем-то отличается, когда человек является частью группы, чем-то отличается от другой группы, тут начинаются попытки использовать эту разницу для того, чтобы ударить побольней. на самом деле, что собственно могут делить между собой верующие и неверующие? Бога, так Бог, Он всецело у верующих, на Него неверующие не претендуют, и надо понимать, что и те, и другие отвечают на одни и те же вопросы. Это вопросы, что с нами будет потом, когда мы умрем, и то, что атеисты часто ставят самые такие безжалостные вопросы. Это очень полезно для человека верующего, чтобы понять, как можно видеть будущее человека как мрак или как надежду. И вот допустим, вот такой человек совсем не близкий к божественным вопросам, как Набоков, у него есть превосходное определение посмертного состояния человека, который не верит, раковинный гул вечного небытия. Это невероятно хорошее определение, просто фантастическое. И разве такое определение не помогает человеку, верующему в его движении к той цели, которая ему кажется правильной. На самом деле и те, и другие друг другу помогают. И иногда ценнее разумное сомнение, чем бессмысленное доверие. И вот в этом отношении то, что пишут и говорят атеисты, мне кажется, очень важным и полезным. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Писатель Евгений Водолазкин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.